Олег Дерипаска Олег Дерипаска Модернизацию цехов холдинг Дерипаски намерен привлечь в кредит. Часть за счет продажи акций. Недостающие средства намерены взять у инвесторов. Первый этап модернизации должен завершиться в 2016 году. В этом году должна быть закончена проектно-смертная документация, должна быть получена главгосэкспертиза. И реализация проекта должна начаться с начала 2014 года. Ориентировочно это в течение двух лет будет производство алюминиевых плит, сорганизованных на данном предприятии. Финансисты уверены, что этот проект будет интересен инвесторам. Крам сможет рассчитывать на дешевое сырье. Ведь за забором красноярский алюминиевый. Не проблема и высокая энергоемкость производства. Дешевое электричество можно получать с ГЭС на Ангаре и Нисее, которые также принадлежат Олегу Дерипаске. Зная перспективы, которые ожидаются в дальнейшем, то есть можно предположить, что сейчас как раз самое наиболее выгодное, интересное время для того, чтобы инвестировать как в цены на алюминий, так и в компании, производящие этот продукт. Кроме компаний «Чалка» и «Латте», в проекте модернизации «Краза» скорее всего будет участвовать китайская машиностроительная корпорация «Наринка». ИН-Плюс подписал с ней соглашение о сотрудничестве. Депутат законодательного собрания Николай Трикман надеется, что инвесторы металлургического завода учтут мнение горожан. Экологическая обстановка в Красноярске неблагоприятная, и любые проекты, которые могут привести к дополнительным выбросам в атмосферу, могут встретить противодействие жителей. Инвестор, хозяин должен обязательно посоветоваться с жителями города, для того, чтобы не нарушить экологию, которая и так очень страдает, и так нам сложно, и так нам трудно, потому что мы понимаем, что Красноярск занимает почти первое место по онкологии и так далее. Добавлю, алюминиевая отрасль сейчас переживает не лучшие времена. Рыночные цены на металл низкие. Просто продавать сырой металл в ближайшее время может оказаться делом убыточным для многих российских заводов. Поэтому развитие глубокой переработки, в том числе алюминиевого проката, это выход из кризиса отрасли. Добавлю, представители Крамза сегодня от комментариев отказали, ссылаясь на отсутствие в городе директора завода. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне мой телефон 292-9127, или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Алексей Любезнов, Афонтово Новости.